Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение! Уже четвертый год подряд в День памяти и скорби к мемориалу «Живые камни памяти и славы» в Салманово приходят люди разных поколений, чтобы возложить цветы и почтить минутой молчания память всех погибших. 2020-й, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, не стал исключением. Митинг состоялся, пусть и в особых условиях. Этот день стал настоящей трагедией для нашей страны. Но именно тогда, 22 июня 1941 года, начался и великий подвиг нашего народа. Сейчас мы с вами прослушали объявление о нападении Третьего рейха на Советский Союз. Эту сирену и эти слова Юрия Борисовича Левитана услышали наши деды и прадеды в тот роковой день. И каждый раз мы с вами вздрагиваем, когда слышим их снова. Мемориал «Живые камни памяти и славы», созданный по инициативе депутата Одинцовского городского округа председателя фракции «Единая Россия» Вячеслава Киреева, уникален. Он составлен из трех древних камней, которые были найдены на границе с Нарофаминским районом. Вячеслав Иванович рассказал, что камни видели не одну войну – и 1812 года, и Великую Отечественную. И простоят еще долгие годы в Салманово как символ вечной памяти о погибших земляках. Это место святое, место, куда должны приходить местные жители, родственники, да, и покланяться героям, которые ушли на войну. Здесь, в Одинцовском городском округе, много памятных мест. Здесь потоптался враг. И, конечно, мы сегодня все вспоминаем поименно всех тех, кто отдал свои жизни, тех, кто участвовал в боевых действиях. 22 июня – особенная дата, которая не позволяет забыть о том, как страшна война. По всей стране на рассвете зажигают тысячи свечей в знак того, что никто не забыт, но и ничто не забыто. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.